День информации председатель правления Венсполской больницы Эггия Силенеца начала с приятной новости. Правительство приняло решение выделить на оказание неотложной медицинской помощи дополнительные 10 миллионов латы, которые в этом году планировалось сократить. А значит больница сможет оказывать услуги в прежнем объеме. Правда решить проблему очередей на некоторые обследования и услуги в этом году вновь не удастся. Здесь два момента. Недостаточно финансирования для обеспечения этих услуг. На средства государства невозможно оказать помощь всем жителям. А второе – это нагрузка врачей. Большинство врачей загружены работой в отделениях, а оказание амбулаторных услуг – это дополнительная работа. Мне, как главному врачу, трудно принять ситуацию, когда на услуги образуются очереди. Это в основном на дорогие диагностические услуги. И это из-за ограниченного финансирования. У нас есть расходы. Мы платим зарплаты работникам, проводящим эту диагностику. Надо медикаменты приобретать, за электричество платить. Все это в целом составляет часть стоимости услуги. Стабильная ситуация с финансированием и в Венсполской поликлинике. Хотя объем финансирования немного снижен, руководство поликлиники надеется на дополнительное выделение средств в течение года. Мы только заключили все договоры. О первичном уходе – это семейные врачи и уход на дому. И о вторичном – это специалисты и обследования. Мы сейчас не можем жаловаться. Мы оказываем услуги, которые оказывали до сих пор. Услуги, оплачиваемые государством, сохранились на уровне прошлого года. Полным ходом идет строительство нового здания Венсполской поликлиники. Мы работаем над вопросами оснащения оборудования. Это то, что касается медицинских вопросов, технических, все, что касается электричества, контактов. Мы надеемся, что все будет сделано вовремя, и мы сможем начать свою работу в новых помещениях. В больнице в этом году будут введены новые услуги. Например, уход на дому за пациентами, перенесшими инсульт. На дом будет приходить физиотерапевт или эрготерапевт, согласно назначению врача. Не надо будет задерживаться в больнице, а можно будет получить помощь в домашних условиях. Это выгодно. Мы видим, что услуга ухода на дому, введенная в ходе реформ здравоохранения, развивается положительно. Это позволило разгрузить отделение. Пациенту не надо находиться в больнице. К нему домой раз или два в день приходит медицинский персонал. Это выгодные больницы. Государство оплачивает эту услугу. И пациенту не приходится платить за нее. В ближайшее время в больнице начнет работу кабинет бронхиальной астмы. Будет возможность пройти обследование на электроэнцефалограмме. Это что-то похожее на электрокардиограмму. Но электрические импульсы специальное оборудование считывает с головного мозга. Анализируется и уточняется диагноз. До сих пор такой возможности в нашем городе не было. Это было доступно только в Риге и в Лепае. Сейчас врачи проходят обучение работе на этом аппарате. В конкурсном порядке закупят необходимое оборудование. Новшества будут и в кардиологическом отделении. У нас в кардиологическом отделении есть система мониторинга сердечного ритма, которую мы называем системой Холтер. Ее мы тоже пополнили дополнительным оборудованием. Эта система хорошо работает. Но чем больше дополнительного оборудования, тем точнее можно поставить диагноз пациентам. Будет введена и система круглосуточного мониторинга кровяного давления. Усовершенствуют палаты «Люкс». Их снабдят новыми кроватями, холодильниками и телевизорами. С апреля по сентябрь будет проходить реконструкция реанимационного отделения, которое на это время переместят в кардиологическое. В результате реконструкции реанимация будет более обособлена. И детям не придется ходить через это отделение, соединяющее детское отделение с основным корпусом больницы. Редактор субтитров А.Семкин